Ну что ж, давайте будем возвращаться к работе потихонечку и, естественно, начнем с вопросов. Пожалуйста. Да, если можно. У меня просьба, я, возможно, что-то упустила, но связь с демократией и агрессией, это связано с тем, что они в надежде на то, что им все принадлежит некая ароматизация того, что куда бы они посмотрели, это уже их. И, соответственно, необходимо осуществлять экспансию на эти места, острова, города. С этим это связано? Да, но не только вы, просто действительно что-то пропустили. У вас же как-то не было разочек. И все это подробнее описано в речи Коринфян в Лакедемонии, конечно. Конечно. В поспешном и спонтанном принятии этого решения. Если позволите, я попробую отбиться цитатой из одного из самых интересных дипломатических деятелей XIX века, наверное, конца XVIII-начала XIX века, который говорил буквально своим ученикам, говорил буквально следующее. «Никогда не следуйте своему первому посылу, потому что он самый благородный, самый честный». Вот Клеон, кажется, мыслит точно так же. Вы вчера собирались их уничтожить, и это было справедливым, потому что вы сделали это под влиянием чувств. Чувств, от которых сегодня отошли. Но эти чувства и выдают справедливость того, что вы собирались вчера сделать. Сегодня вы менее чувствительны, более рассудительны, и поэтому, кажется, менее справедливы. «Спасибо». «Спасибо». «Хорошо. Ещё вопросы есть?» «Что ж, в таком случае давайте переходить к противнику Клеона, тому самому человеку, который либо сошёл с ума, либо подкуплен. Пожалуйста. 41». «Вот что сказал Клеон». «Ну, конечно, примерно это сказал Клеон, как вы помните». «После него выступил Диодот, сын Евкрафт, который и в прежнем народном собрании больше всех восставал против праздника Клеона». «Вы видите, Диодот тоже последователен». «Вступив на трибуну, он произнёс такую речь». «Я не виню лиц, предложивших вторично разобрать дело Метелиня, и не одобряю тех, которые порицают принцип обсуждать многократно важнейшие дела». «Вы видите, Диодот, кажется, любит спартанцев, которые обсуждают многократно предстоящие дела». «По моему мнению, два обстоятельства более всего препятствуют разумному решению – поспешность и раздражение. Первое обыкновенно доказывает непонимание, второе – грубость и поверхность. Кто отвергает то, что речи не являются учителями дел, тот или безрассуден, или преследует личный интерес». «Клеон говорит, Диодот либо сумасшедший, либо подкуплен». «Диодот говорит, что в ответ?» «Что он, скорее, подкидывает личный интерес, или…» «Ну, переформулируйте». «Либо сумасшедший, либо подкуплен». «Правильно! Либо сумасшедший, либо подкуплен!» «Конечно!» «Вот видите, Владимир Евгеньевич тоже знал, что ровно то же самое». «Классическая демократия» – два оратора обвиняют друг друга в том, что один из них сумасшедший и подкуплен. Ну, или подкуплен. «Он безрассуден, если полагает, что можно как-нибудь иначе выяснить темное еще будущее. Он лично заинтересован, если, желая склонить других к чему-либо постыдному, не считает себя в состоянии красновещиво говорить о бесчестном деле, но старается ловкою длевитою запугать противника и тех, которые должны его слушать. Клеон с самого начала воспользовался стратегией запугивания. «Он обвинил меня в том, что я подкуплен, а вас – в том, что вы не способны действовать в едином курсе. И это закончится для вас плохо, естественно». «Но опаснее всего те люди, которые уже наперед обвиняют своего противника в стремлении блистать за деньги о радостности». «Да, в том, что он пытается запугать вас, нет проблемы. А вот в том, что он пытается очарнить меня, проблема есть». «Четыре». «От такого образа действий государство ничего не выигрывает, потому что страх отнимает у него совет». «На самом деле Клеон не помогает демократии, а вредит ей, потому что, когда он заявляет, что его противники подкуплены, ну или безумны, он на самом деле запугивает потенциальных оппонентов. Оппонентов запугивая потенциальных оппонентов, он, если хотите выразиться современными терминами, если можно выразиться современными терминами, приглушает свободу слова. А она, в свою очередь, будучи приглушенной, оказывается скорее бесполезной для государства, чем полезной. «И всего больше государство пользовалось бы счастьем в том случае, если бы подобные граждане не имели возможности выступать ораторами. Тогда государству менее всего можно было бы убедить впадать в те же ошибки, какие впадает оратор». «Ну и, естественно, Клеон пытается заткнуть меня, он злодей, он мешает свободе слова, поэтому нужно сделать что?» «Нужно заткнуть его». «Нужно заткнуть Клеона, абсолютно правильно, конечно. Вот вам классическая демократия с 1.01». «Хорошему гражданину не подобает оказывать превосходство своего ораторского искусства посредством застрящего неопротивления. Он должен выступать как равный против прав. Мудрое государство не должно воздавать особых почестей тому гражданину, который многократно подавал полезные советы, но не должно и умалять тех почестей, какими он уже пользуется. Точно так же и того гражданина, которому не удалось провести свое предложение, государство обязано не только не оказывать, но и не относиться к нему с призрением». «Да, смотрите, Диадот выступает против демократических отличий, против соревнования, ораторского соревнования, выделяющего лучших, ибо, по его мнению, оно не ведет к процветанию государства, оно ведет только к процветанию отдельных лиц. То есть, чем лучше ты совет подал, тем больше государство тебе помогает, тем больше оно тебя выделяет и так далее, и так далее, и так далее. Если процветание отдельного лица соответствует процветанию государства, как это было по словам Фукинида с Периклом, тогда и только тогда соревнования между этими лицами хорошо. Но почему он это говорит? Не потому ли, что его позиция слишком слаба? Не пытается ли он себя заранее защитить, говоря, что если государство не послушает его, за это он не должен быть наказан? Тогда оратор, имеющий успех, никогда не станет. Чтобы еще больше отличиться, говорить что-либо наперекор своему убеждению, либо угоду народу. Да. Нельзя отделять или выделять хороших ораторов, потому что в таком случае они начнут заниматься лестью. Они поймут, что гораздо выгодней не столько проводить свои хорошие предложения в народном собрании, сколько проводить любые предложения, которые будут поддержаны народом. И это, конечно, закончится тем, о чем Фукидид и говорил, а именно о том, что демагоги начнут льстить народу и демократия станет настоящей, а не воображаемой. Между тем, 43. Между тем мы поступаем противоположно этому. Между тем происходит ровно эта проблема. Вы видите, что диадот наступает не на демократию, в отличие от Клеона, а прямо над Клеона. Два. Обыкновенно бывает так. Хорошие предложения, высказываемые напрямик, возбуждают подозрения в такой же мере, как и предложения Пластью. Вследствие этого и тот оратор, который желает внушить родную мать в самое опасное решение, должен привлекать ее на свою сторону путем обмана. И тот, который выступает с лучшим предложением, вынужден прибегать к лжи для того, чтобы внушить доверие к себе. Ну, вы снова видите макиавелийский заход. Помните его, да? Макиавелий говорит, что существуют хорошие люди, а существуют плохие люди. Проблема заключается в том, что плохих людей большинство. Поэтому хорошие люди, чтобы выжить, должны вести себя как плохие. Не потому, что они плохие, а потому, что у них нет другого выбора. Диадот говорит ровно то же самое. Хороший оратор, хороший не в смысле того, что качественный, а в смысле того, что выступающий за хорошие вещи, должен обманывать народ. Но не потому, что так он скорее придет к цели, а потому, что народ обманывает плохой оратор. И у хорошего оратора нет выбора. То есть Диадот снова указывает нам на некую проблему. Или давайте будет даже лучше, Фукидит указывает нам на некую проблему. Проблему демократии. Все ораторы в демократии лгут. Никто из них не говорит правду. Правда по разным причинам. При таком избытке благоразумия только у нас для государства нельзя сделать ничего доброго открыто, не вредных обманах. Да. И это проблема только демократии. Олигархи могут быть честны друг с другом, при том, что они обманывают народ. А вот демократы никогда не могут быть, или лидеры демократии, никогда не могут быть честны друг с другом. Пять. Если бы тот, кто вас убедил, и тот, кто последовал Совету, испытывали одинаково дурные последствия, то вы выносили бы решение более смотлив. Да, Диадот соглашается с Клеоном, что, естественно, демократы не несут ответственности за действия демократии. И это проблема. Теперь же, в случае неудачи, вы при первой вспышке днева караете одно только предложение лица, задолкнувшего вас на решение. Но не караете ваши собственные решения, хотя бы последние, несмотря на то, что они приняты к народной массе. оказались также ошибочными. Я выступил по делу Метелинян не для возражения Клеон, не для обвинения Метелинян. Диадот интересную штуку говорит. Диадот говорит, что он выступает по делу Метелинян не для того, чтобы соревноваться с Клеоном. Он выступает по какой-то другой причине. «Дело идет, если мы благоразумны, не о преступлении Метелинян, но о разумности нашего решения». Дело идет не о справедливости. Диадот выступает против справедливости. Или, если хотите, он лжет, что выступает против справедливости. «Дело идет о чем, если не о справедливости, то тогда?» «Ну что вы, если оратор не говорит о справедливости, о чем он говорит тогда?» «О выгоде». «Правильно». «Дело идет не о справедливости, не о наказании Метелинян по справедливости. Дело идет о выгоде, стоящей за этим наказанием». То есть вопрос, что мы должны сделать с Метелинянами, это не вопрос о том, что справедливо сделать с ними. Хотя я напоминаю, Клеон тоже ничего о справедливости не говорил. это вопрос о том, что полезно сделать с ними. И здесь мы, конечно, не можем не вспомнить, что польза относится к чему? Частью чего является польза? «Выгода и польза» Нет, «выгода и польза» – это одно и то же. Правильно. Вот Иван Алексеевич правильно говорит. Конечно. Частью надежды. Разница между Клеоном и Диадотом – это разница между надеждой и страхом. Клеон говорит, если мы не покараем Метелинян, остальные союзники перестанут нас бояться. И потому начнутся массовые восстания. Поэтому из страха перед этими восстаниями мы, желающие сохранить свою гегемонию, должны отбросить второстепенные мысли о справедливости. И должны их всех покарать так жестоко, как мы можем. Диадот не отталкивается от страха Афин перед восстанием союзников. Он, очевидно, отталкивается от надежды. Надежды на то, что покарав или воздав Метелинянам правильно, Афины окажутся в некой выгоде. Если даже я докажу, что Метелиняне совершили весьма таксозаконные деяния, то отсюда я не стану еще требовать казнь для них, коль скоро она не полезна для нас. Да. Нет никакого разговора о справедливости здесь. И я напоминаю вам, Диадот вам уже сказал, что он лжет. Вы должны понять, в чем он лжет. Но пока что выглядит все так. Мы должны оставить беседу о справедливости наказания Метелинян и сохранить только беседу о пользе от того, что мы с ними сделали. Не стал бы я говорить и в пользу того, что Метелиняне зашивают некоторого извинить, если бы это не служило к благу государству. Итак, Клеон уверяет присутствующих, что он думает только об одном. О благе для Афин. 4. Я надеюсь, что из-за мнимой основательности долога Клеона вы не отвергнете того полезного, что будет заключаться в моей речи. Вы слышите, да? Диадот не останавливается. Он снова и снова вбивает им в голову мысль о пользе. Польза, 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 польза. Он еще повторит это обязательно. Быть может. Быть может, речь Клеона, как более справедливо отвечающая теперешнему вашему сражению против Метелиняна, увлекает вас. Но мы не судимся с ними перед судом. И нам нет нужды рассуждать о принципах права. Нет. Мы совещаемся о Метелинянах и решаем вопрос, как полезнее поступить с ним. В государствах назначается смертная казнь за многие преступления. И не только за такие, каково преступления Метелиняна, но и за меньше. Однако люди, пострекаемые надеждою, отваживаются на рискованные предприятия. И никто еще не ставил себя в опасное положение, не будучи уверен в том, что замысел его кончится для него благополучным. Итак, вот первый контраргумент. Клеон, говорит, Диадот уверяет нас, что если мы жесточайшим образом, самым жестоким, каким только можем, расправимся с Метелинянами, остальные союзники, увидев это, потеряют желание восстать. Кажется, в этом и заключается польза, о которой думает Диадот. Но, говорит Диадот, мы же видим на примерах из государственной жизни, что даже те преступления, которые наказываются самым жестоким образом, условным четвертованием, сжиганием, вареньем в масле и так далее, и так далее, и так далее, все равно продолжают совершаться. Наказание, которое предлагает Клеон, не ведет к цели, которую Клеон обозначает. Если мы наиболее жестоким образом расправимся с метелинянами, это не защитит нас от возможных дальнейших восстаний союзников. Давайте три ошибаться. Ошибаться по природе свойственно всем людям и в частной и в государственной жизни. И нет закона, который бы удержал от этого. Потому что люди прошли все виды наказаний, налагая их в той надежде, что, быть может, они меньше будут терпеть от преступлений негодяевых. Вероятно даже, что в старину самые тяжкие преступления подлежали более мягким наказаниям. Но с течением времени вследствие пренебрежения к этим наказаниям, большинство их усилилось до смертной казни. однако ей люди пренебрегают. Да, вы понимаете, что с одной стороны Диадот говорит о естественно неком прогрессе, об общественном прогрессе, и вы видите, что этот прогресс так или иначе связан с войной или насилием в данном конкретном случае. Но что еще более интересно, Диадот говорит о том парадоксе, который мы с вами когда-то уже обсуждали. О парадоксе несоответствия масштаба преступления масштабу наказания. Помните его? Да, вы можете совершить только угодно преступление, но финальное мере истечение для вас будет смертная казнь. Да, в этом смысле если вы понимаете, что вас ждет смертная казнь, то гораздо выгоднее начать разменивать ее на что-то более крупное, чем она сама по себе. То есть гораздо выгоднее не останавливаться в совершении своих преступлений, если вы знаете, что вас ждет смертная казнь. Именно об этом и говорит Диодот. Итак, или необходимо придумать еще более жестокое неупострошение, или же смертная казнь не способна ни от чего удержать. Да, и Диодот говорит, что у нас вариантов-то на самом деле не так много. Или нам придется придумать что-то, что соответствует масштабу преступления, что очевидно невозможно. или придется признать, что наказание смертью, то есть уничтожение Метилена не приведет к желаемому. Сразу пять. А тут еще при всяком положении играет свою роль надежда и увлечения. Последний идет впереди, первая за ним следует. Шесть. Кроме того, в не меньшей мере поддерживает человека в его вооружении о счастливой и счастливой случае. То есть, смотрите, человек знает, что смертная казнь это предел. Поэтому, если он не старшится этого, если его положение такое, что он уже умер, я имею в виду, если он уже находится на социальном дне, а Диодот имеет в виду, если мы уже раздавили, прижали союзников к ногтю, то им, в общем-то, не так и страшно и умереть. Второе, помимо того, что у этих людей отсутствует страх, ну, так или иначе, у них присутствует надежда, естественно, куда без нее. И, наконец, что еще важнее, им просто может повезти. То есть, они не просто могут иметь надежду, а эта надежда может и воплотиться. Что, конечно, говорит против смертной казни, как способа остановить преступность. Кстати, вопрос. Может быть, я забегаю несколько вперед, но не будет ли контраргументом здесь та же логика, что метелиане высказывали лакетимонянам, что они загнаны в угол, поэтому они начинают, то есть, они загнаны в угол, поэтому они принимают любые действия, поэтому их предательство, их как предателей можно принять в союз. То есть, если афиняне сейчас выяжут метилены, то все города, которые стоят на стороне Афин, могут подвергнуться этому, они все получают эту угрозу, и все могут действовать, как хотят. Так именно об этом Клеоне говорит. Какой аргумент у Клеоне? Говорит Диадут. Аргумент следующий, сейчас мы уничтожим метилены, и все союзники увидят, что бывает, когда вы идете наперекор афинянам, они все испытают страх, и все вернутся обратно в родную Гава, не будут делать то, что мы им говорим. Диадут говорит, не-не-не-не-не-не-не-не, когда они увидят, что мы караем смертью, они не просто не вернутся обратно в наше подчинение, у них появится абсолютно простая и понятная логика. Мы и так мертвы, потому что мы и так придавлены, раздавлены афинянами. Нам терять нечего. Помните этот знаменитый лозунг марксовский? Да? Очень нечего терять консификации. Правильно, нам-то терять нечего, но зато у нас есть а, надежда, в случае, если восстание окажется успешным, и б, счастливый случай, который может сделать так, что наше восстание окажется успешным. То есть тактика запугивания, говорит Диадот, не только не будет работать так, как хочет Клеон, она будет работать прямо обратную сторону, потому что если бы она работала так, как хочет Клеон, мы бы уже давно победили преступность, потому что у нас есть смертная казнь за определенные вещи, но эти вещи все время продолжают случаться, поэтому смертная казнь на самом деле не работает. Иногда появляется он неожиданно и даже при недостаточности средств побуждает решаться на опасное предприятие того или иного человека, всего же более государства, поскольку в данном случае дело идет самосущественное, о свободе или власти над другим. вот здесь почему-то наш переводчик ну понятно почему дает сбой, потому что в оригинале конечно речь идет о свободе и империи, архе, свобода и империя это одно и то же, я конечно немедленно напомню вам, что у нас был такой человек в ходе вашего четвертого курса, который говорил о свободе и империи, когда он это говорил, он на самом деле буквально цитировал этот отрывок. Итак, речь идет о самом важном, о свободе и империи. Свобода и империя это одно и то же, в каком смысле? В смысле свобода для одних означают империю для всех остальных. По-другому быть не может. Только у каждой действуя заодно со всеми нерасчетливо преувеличивает до известной степени свои силы. Вообще, коль скоро натура человека горячо стремится что-либо совершить, нельзя. Да и было бы большую наивенность воображать, будто можно отвлечь его от этого или силы закона, или какой-нибудь иной нервы устрашения. Да, значит, надежда сильнее, говорит Диадот, всегда сильнее, чем страх. Вы понимаете, насколько это не гопсовская позиция. Ну и поэтому, да, он Диадот, а не Клеон. надежда всегда сильнее, чем страх. И более того, надежда на что? О чем всегда идет речь-то? Ну, в одном случае о выгоде. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте я вам помогу. Мы говорим о политике, поэтому речь всегда идет о самом существенном. О чем? О превращении могущества. А? О власти. Ну, как Диадот это формулирует? О свободе и империи. А, об обойтении своих рабов. Об освобождении, да, и, соответственно, что оно под собой подразумевает. Люди всегда склонны, и государство тоже, всегда склонны надеяться, скорее, чем бояться. Надежда эта, говорит Клеон, имеет всегда предельное значение. Свобода для нас и рабство для всех остальных. Поэтому, естественно, рабы и свободные надеются на одно и то же, хотят одного и того же. Что неизбежно ведет их всех к одному и тому же конфликту. Речь идет у нас о государствах, правильно? Конечно, да, да, да. Этот принцип в дальнейшем на людей не проецируется? У Гоббса да. Помните, Гоббс играет сверху вниз, а Фукидит играет снизу вверх. Да? Да. Вот. Поэтому вопрос проецируется Леона Фукидида снизу вверх. Это вопрос, подразумевающий на самом деле другой вопрос. Вопрос о человеческой природе. Назовите свойства человеческой природы и вы сможете ответить на этот вопрос. Их всего три. Пожалуйста. Ну, страх, надежда и... Нет, конечно, это не имеет отношения. Глаз, столь, чест, львы и коры, столь. Правильно! И вы начинаете с чего? Существа любят. Правильно! Соответственно, чего хочет каждый? Ласкут. Но в наших нынешних терминах-то? И свободы. Которая подразумевает, что? Наличие тех, кто не свободен. Правильно! Соответственно, здесь ровно, как вы и предполагали. Итак, не след, положившись на смертный указ, как на залог спокойствия, принимать гибельное решение. Значит, встает вопрос. Вот мы хотим того же, чего хотят все остальные. Так получилось, что мы это имеем, но это уже другой вопрос. Вот мы хотим того же, чего хотят все остальные. Как же нам избежать этого самого конфликта? Не должно. Не должно лишать восставших всякой надежды на то, будто им нельзя будет раскаяться и, возможно, короткое время закладить свою машину. Ага. Что предлагает Диадотто, получается, когда он предлагает простить Метелиняна? Он предлагает выбить из них что-то взамен. Не, не. Смотрите, его задача такая же, как и у Клеона, остановить дальнейшие восстания. Клеон говорит, надо, значит, схватить их и четвертовать, поступить с ними так жестоко, как мы только можем. Это, говорит Клеон, разбудит во всех остальных страх перед нами и страх перед нами избавит нас от возможности дальнейших восстаний. Надо позволить им быть благодарными? Нет. Нет, это не ответ. Дарить подарки. Отправить их умирать на войну со спартанцами? Нет. Нет, 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 нет. Диадот говорит, мы должны их простить за их восстание. Как это приведет остальных к невосстаниям против нас? Не предназначен, что их простят. Конечно. Диадот говорит, мы не можем избежать восстаний, потому что речь идет о самом серьезном. Следовательно, вопрос не в том, как избежать восстаний, да, то есть, как победить преступность. Невозможно победить преступность. Это безумие. Думать так, значит, не понимать природу политического. Надо думать не о том, как победить преступность, а о том, как минимизировать риски совершения преступлений. В смысле, риски для общества, а не для преступника, понятное дело. Но минимизация рисков для общества означает минимизацию рисков для преступника. И Диадот говорит, мы должны все время восставшим оставлять шанс на то, чтобы они сдались. Проще говоря, он говорит, мы все время должны давать им надежду и тем самым подавлять в них страх. Ведь причина их восстания это и есть страх. Страх перед нами. Но вместе с тем это ведь и укрепляет их страх в том отношении, что сегодня мы простили Метиледа, но вас мы, может быть, и не простили. Не-не-не-не-не. Вот именно на это Диадот и намекает. Мы и вас простим. Мы всех простим. То есть, когда город восстает, город восстает из страха. Да? Из страха за собственное существование. Диадот говорит, если мы сейчас покажем, что мы на самом деле не уничтожаем восставших, то всякий восставший будет все время думать о том, что если он прекратит восстание, он не погибнет. Соответственно, люди скорее будут прекращать восстание. Страх, который подталкивает восстание, будет подавляться надеждой на то, что если восставший добровольно остановит восстание, он не будет за это жестоко наказан, он не будет убит. То есть, Диадот пытается решить указанную нами ранее дилемму предела наказания при отсутствии предела совершения преступления. Как это выглядит в случае с Клеоном и его идеей? Это выглядит следующим образом. Если мы восстали, мы совершили преступление, за которое полагается смертная казнь. Поэтому мы знаем, что нас ждет смертная казнь. И нам, соответственно, нечего больше бояться. Следовательно, мы должны совершить так много плохого, как мы только можем, потому что это будет хороший размен. Вот чтобы этого не было, Диадот предлагает оставлять этим людям надежду. В таком случае мы все время будем думать, а как совершить как можно меньше плохого, чтобы потом в решающий момент, если все пойдет не так, а все пойдет не так, мы могли сдаться и рассчитывать остаться в живых, рассчитывать на слабое наказание. Мы должны вернуться обратно вниз к людям и подумать, как это выглядит в современной либеральной, наверное, или гуманистической парадигме в борьбе с преступлениями. Есть две позиции. Первая клеоновская смертная казнь и вторая диадотовская, которая предполагает, что преступник все время должен иметь не только шанс на прощение, но и в целом на мягкое обращение с ним, что бы он не совершил. И в этом смысле он всегда будет подталкиваемым к тому, чтобы совершить как можно меньше, в то время как человек, которому угрожает смертной казнью, все время будет подталкиваемым к мыслью о том, что бы совершить как можно больше. Да. Вопрос. Нам следует обращать внимание на то, что фактически данное обсуждение, противопоставляется две линии. Клион упирает на страх. А диадот на надежду? Да. Да, конечно. Я на это обращаю ваше. Вводит демократов от их природы, то есть он апеллирует к тому, что им по идее не должно быть свойственным. Сейчас они говорят не о демократах, сейчас они говорят о государствах. Да, то есть это не обращение к людям, это я опускаю вас вниз к преступности, чтобы было понятно, что проблема гораздо глубже, а они-то говорят о государствах. То есть демократы ведомы надеждой, но демократия, в смысле Афины, создали империю не из надежды и продолжают ее поддерживать не из надежды. Но тут же они выступают на народном собрании, которое должно принять второе решение. Да, но это решение касается не демократов, оно касается государства. Вы можете сказать следующее, что Диадот побеждает именно потому, что он апеллирует к демократическим свойствам, к свойствам самих демократов, он апеллирует к надежде. Особенно, если вы знаете, что Диадот побеждает в конце. Пока не знаем, но спасибо за спойлер. А одновременно вы же знаете более далекий спойлер, Клеон побеждает в итоге, потому что именно концепция Клеона, концепция силы в конце концов становится афинской концепцией империализма. Но здесь в этот конкретный момент, конечно. Хорошо, давайте дальше. подумайте о том, что теперь, если какое-либо государство и отлагалось, и потом сознавало невозможность успеха... Ну, мы это уже все объяснили, поэтому три. Разве для нас не убыточно тратиться на продолжительную осаду только потому, что о примирении нет речи? Получить в случае взятия города город разрушенный или лишиться доходов с него на будущее время? И вы видите, как Диадот обращает аргумент Клеона против Клеона. Восстания неизбежны, но если мы никого не будем прощать, то в итоге мы либо побеждаем, и тогда город разрушен, и он не приносит нам доходов, либо проигрываем, и тогда город становится нашим врагом. Диадот говорит, так происходит, если мы будем всех уничтожать. Если же мы будем всех прощать, то выбор будет совершенно другим. Город скорее сдастся нам на милость, и мы тем самым не получим еще одного врага, не получим пустышку после победы, в смысле получим полностью разоренный город, который не сможет нам платить. Вы видите, как Диадот выходит на проблему выгоды, о которой он обещал говорить с самого начала. Четыре. Между тем, именно в них наша сила против врагов. Поэтому нам следует быть не столько строгими судьями, виновных во вред себе, сколько обращать внимание на то, каким образом, применив умеренное наказание, мы можем на будущее время утилизировать те государства, которые обладают значительными денежными средствами. Да, 47. Теперь подумайте, какую ошибку вы сделали бы в данном случае последующих советов Клюва. Теперь во всех государствах демократическая партия благосклонно настроена к вам и или вовсе не принимает участие в восстании лекартической партии. Или же если и бывает вынуждено примкнуть к восстанию, тотчас становится его враждебное отношение к воссташу. Да, теперь говорит Геодот после того как мы рассмотрели какая выгода нам будет от моего предложения, от реализации моего предложения, надо посмотреть какой убыток мы понесем от реализации предложения Клеона. Поэтому начиная войну вы имеете союзников в лице народной массы враждебно настроенного к вам государства. Опа! Значит проблема такая сейчас все демократы думают, что демократии не воюют между собой. Это означает, что в ходе гражданской войны, а гражданские войны, так как меняется принцип деления людей, принцип ведения войны, будут возникать повсюду. Сейчас демократы видят в нас своих потенциальных союзников. Если же мы примем принцип силы, предлагаемый Клеоном вместо принципа партии, то демократы перестанут видеть в нас союзников и скорее будут воевать с нами за свободу и империю, чем будут воевать на нашей стороне или подчиняться нам. Четыре. Нет, если бы даже демократическая партия была виновна, вы обязаны игнорировать это, чтобы единственную союзную еще знали. Более того, вы не просто должны пощадить Метилены, вне зависимости от того, виновны они или нет. Вы не просто должны пощадить Метилены, вы должны в первую очередь пощадить демократов, потому что демократы это наши союзники по умолчанию. 48. Поймите же, что мой совет лучше. И не давайте предпочтение ни сострадания, ни снисходительности. Ведь и я не рекомендую вам руководствоваться этими чувствами. Да, вы видите, Клеон тоже ненавидит эти, Диадот, конечно, тоже не любит эти чувства толпы, из-за которых она и хочет изменить свое решение. Но он говорит, что дело не в чувствах, а дело, естественно, в четкой и понятной пользе. 49. Кто же побеждает? Вот что сказал Диадот. примерно это сказал Диадот. После того, как высказаны были оба этих предложения, резко противоречившие одно другому, афиняне также перешли к обмену при открытой баллотировке за оба предложения высказалось почти равное число голосов, но все же одержало верх предложений Диадот. Да, как афиняне не понимают, что лучше страх или надежда в обращении с восставшими, то есть с преступниками, так и сегодня в мире еще обе этих точки зрения вполне себе действенные и присутствующие. Конечно, фукидит не может не указать нам и на другую проблему, пожалуйста. В тот час со всей поспешностью афиняне отправили другую трильеру для того, чтобы раньше посланная трильера не предупредила ее, и чтобы до ее прибытия население города не было истреблено. Первая трильера вышла почти за сутки до второй. То есть вы понимаете, афиняне приняли решение, отправили гонцов с этим решением, в котором написано да убейте всех, да, а на следующий день передумали и снова посылают еще одного гонца, чтобы тот догнал и обогнал второго, потому что если первый придет первым, то город будет уничтожен, даже несмотря на то, что афиняне переменили свое решение. четыре. К счастью, противного ветра не было вовсе и первый корабль, шедший на необычайное дело, плыл не торопясь, тогда как второй спешил, как сказано. да, и только тот факт, что афинянам повезло и не было ветра, позволил второму кораблю догнать первый и тем самым спасти метиленян. Вы видите, как действует, я напоминаю вам, что мы сравниваем образы действий афинян на метиленах, в ходе осады и сдачи метилен, со спартанцами в ходе осады и сдачи плотей. Плотеи пока еще не сдались, там, вы помните, были проблемы, но вскоре они сдадутся, и мы должны будем посмотреть на то, как ведут себя спартанцы. Ну, как скоро, вот буквально сейчас и сдадутся. Но сначала 51. В тот же летнюю кампанию по взятии Лесбеса афиняне под начальством стратега Микке сына Микерата пошли войною против острова Минора, лежащего пред Мегар. Да, эта атака оказалась успешной и афиняне остались там, но нас интересует не это. Собственно, что атака была успешна, а то, что успех этот принадлежал впервые упоминаемому следующему великому афинскому полководцу и демагогу Никию, сыну Микерата. Это первое появление Никия в этой книге 52. В то же пору этой летней кампании платеяне, не имея больше съестных припасов и не будучи в состоянии доли выдерживать осаду, сдались пилопонессом при следующих обстоятельствах. Итак, платеяне тоже сдаются как и метелиняне и мы должны посмотреть, мы видели как молодая империя поступает с восставшими и почему. Сейчас мы должны будем посмотреть как древняя империя поступает с восставшими и почему. Но сначала немного о сдаче. Пожалуйста. Пилопонесса штурмовали партийского укрепления и платеяне не имели силы его защитить. Лакедимонский начальник поняв веселье платья не желал брать город Силу. Это ему приказано было из Лакедимона для того, чтобы платея, жители которой сдавались добровольно, не была возвращена Афиняна в том случае, если пилопонесса заключат с ними мир и придут к соглашению относительно возвращения всех местных, какими во время войны завладела каждая сторона. Да, вы все еще помните эту спартанскую проблему, о которой спартанцы, как вы видите, тоже всегда помнят. Итак, город надо взять, но не штурмом, а так, чтобы он сдался добровольно. Лакедимонский начальник обратился к платеяну через Глашатая со следующими предложениями. Если они желают добровольно передать город Лакедимоняну и взять их в судьи, то будут наказаны только винов и не иначе, как посуды. Смотрите, и Лакедимонянин предлагает несчастным платеянам право, он предлагает им справедливость, он предлагает им суд. Но почему он предлагает им суд? Почему он обещает, что с ними поступят по справедливости? для того, чтобы они согласились открыть ворота, чтобы потом платеи остались спартанцами. Правильно, потому что это выгодно спарте. Мы снова сталкиваем выгоду и справедливость, или справедливость и необходимость, как и всегда. Да, спартанцы говорят о праве, но только потому, что это выгодно. Три. Лакедимоняне находились тогда в состоянии крайнего бессилия и потому сдали ворота. В течение нескольких дней, пока из Лакедимона не явились судьи в числе пяти человек, пелопонесцы кормили платея. Итак, смотрите, пелопонесцы обещают суд и они выполняют свое обещание, но как вы сейчас узнаете, это будет правильный суд. Пожалуйста. Когда судьи прибыли, против платея не было выставлено никакого обвинения. Их вызвали только в суд и спрашивали одно, оказали ли они услуги в течение происходящей войны платея демонянам или их союзникам? Почему лакедимоняне задают именно этот вопрос? Не остались ли должны платеянам? Не, 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 почему лакедимоняне задают именно этот вопрос? В чем сила этого вопроса? Итак, платеяне это союзники афинян. С самого начала этой, чтобы выставить кого-то предателем? Нет. С самого начала этой войны они были, они и до начала этой войны были союзниками афинян, и с самого начала этой войны как союзники афинян совершали военные действия против спартанцев. Следовательно, какой ответ на этот вопрос они должны дать? Что они не оказывали никаких услуг. Спартанцы знают о том, что они не оказывали никаких услуг? Естественно. Следовательно, зачем ставится этот вопрос? То есть это дети? Нет. Наши? Нет, конечно нет. Этот вопрос ставится потому, что спартанцы уже знают на него ответ. Ответ на него нет. То есть никакого суда, никакой справедливости здесь не будет. Это не суд. Это геноцид. Спартанцы собираются убить всех. Потому что каждый, кто будет отвечать на этот вопрос честно, как знают спартанцы и знают вообще все участвующие в этом в кавычках суде, нет. А значит спартанцы, услышав этот ответ, формально как бы по суду имеют право убить того, кто дал такой ответ. То есть это как бы суд, но на самом деле не суд, потому что вопрос поставлен таким образом, что на него нельзя ответить иначе, невиновных не будет. Это знают и спартанцы и несчастные плотаяни. В ответ на это плотаяни просили позволить им высказаться обстоятельствами и назначили себе защитников Костимаха, сына Асапалая, Улакова, сына Иеннеска. Плотаяни естественно тоже понимают, что если они начнут отвечать на этот вопрос, они просто закончатся. Поэтому они хотят уговорить спартанцев длинной речью. Пожалуйста. Лакидимоняне, мы передали вам город из доверия к вам, не думая, что подвергнемся подобного рода суду, но что суд будет более правильный. Мы не решились предстать перед другими судами, а только пред вами в том убеждении, что ваш суд будет наиболее справедливым. вы видите, что плотаяни находятся под таким же влиянием спартанской пропаганды, как и прочие афинские союзники. Они считают, что спартанцы действительно пришли как освободители и что они действительно справедливы. теперь же мы опасаемся, что ошиблись и в том и в другом. Не без основания мы подозреваем, что зайдет вопрос о высшей мере наказания и что вы окажетесь не без пристрастной судьбы. Мы заключаем так из того, что против нас не было предварительно выставлено обдумление, на которое мы должны были бы дать ответ. Мы ведь сами попробовали дать непослушные. Из того, что допрос ваш слишком крат, правдивый ответ на него будет обращен против нас. Ложный ответ даст повод подвечить. Да, мы понимаем, что вопрос поставлен так, что ответить на него невозможно. Поэтому мы не будем на него отвечать, а попробуем сделать что-то другое. 54. Однако мы постараемся представить имеющееся у нас справедливое основание по поводу наших разногласий с Февианой, вами и прочими эллинами. Напомним и об услугах, оказанных нами, и этим попытаемся убедить вас. Заметьте, что платеяне говорят о справедливости. А должны они говорить о чем? Конечно, а должны говорить о выгоде. Именно поэтому их позиция кажется пока что абсолютно обреченной. Итак, в чем же справедливость? На краткий вопрос. На краткий вопрос о том, совершили ли мы в эту войну что-нибудь полезное для лагеря демонян и их союзников мы отвечаем так. Если вы спрашиваете нас как врагов, то не считайте себя обиженным тем, что мы не оказали вам услугу. И если же вы считаете нас друзьями, то вы сами делаете большую ошибку, пойдя на нас войну. Пока был мир, мы варясь персик, доказали нашу долю. Итак, с чего же они начинают доказывать спартанцам, что они справедливы? С дедом. Правильно, деды воевали, конечно, конечно. Куда деваться вы же со спартанцами говорите? Мы вместе боролись за свободу Эллады. Это первый аргумент. Второй аргумент 55.4. Союзники не виноваты в том, если они следуют за предписаниями своих вождей, лагеря маня или афиня, и если вожди в чем-либо поступали несправедливо, виноваты те, которые ведут солюзников на неправое дело. Да, мы не начинали этой войны, эту войну начали афиняне, а мы только подчинились приказу, мы только выполняли приказу, мы не злодеи, поэтому мы не несправедливы. Три. Если вы при разборе дела будете соображаться с тем, что в настоящий момент полезно вам и что фигианам, вы окажетесь не истинными судьями справедливости, но скорее судьями, преследующими собственные выгоды. Да, на самом деле не справедливы здесь вы, а не мы. И наконец пять. Справедливость требует противопоставить теперешней нашей линии, если мы в чем-нибудь виноваты, тогдашний наш энергичный образ действует и вы увидите, что наши заслуги превосходят нашу игру. Ну, это опять возвращение к дедам, к персидским войнам. Семь. Между тем, об одном и том же способе действия следует и судить одинаково. Выгодно считать только прочную всегда благодарность честным союзникам за их долг. Тогда в настоящее время мы можем еще оказаться для вас полезными. Итак, наконец-то они произносят ключевое слово польза. Давайте посмотрим, может быть, они действительно могут быть полезны. Подумайте еще и о том, что теперь большинство эллинов считает вас образцом справедливости. Где польза-то? Что случилось? Вы пока думаете, а Жена Виталина дочитает. Если относительно нас вы постановите несправедливый приговор, пропустите все, смотрите, как бы вас не осудили за то, что о людях доблестных вы еще более доблестные постановили несоответственное решение и в общеэллиновские святыни посвятили добычу, взятую от нас плодедель и эллинов. Разрушение плотеи плодедемонян окажется ужасным, равно как и то, что из-за фибиа вы вычеркнули наше государство со всем невостоянием из сонного эллина. между тем, как отцы ваши начертали его имя на тренажнике в дельфах за его крови. Остановитесь. Где же польза? В чем же польза? Польза такая же, как в аргументе Диодота. Они поддерживают славу о себе и получают союзников везде. Нет, об этом не говорят плодедяне. Может быть, здесь подмена пользы на славу? То есть, им говорят, что вы прославитесь чесно нас? Правильно, правильно. Надежда на обретение... Они будут прославлены своей справедливостью, своим благочестием или, как это сказать, милосердием. Соответственно, их не забудут потомки. Да, это абсолютно правильно. То есть, польза может быть как материальной, выраженной в чем-то конкретном, так и в виде чести. Но проблема-то в том, что плодояне не обещают спартанцам честь. А что они обещают? Вообще-то они обещают им отсутствие бесчестия. Практически. Они обещают им, что если спартанцы поступят с ними плохо, спартанцы потеряют эту честь. Или, выражаясь вашими словами, Михаил Владимирович, в лучшем случае, в ситуации, при котором спартанцы полностью окажутся на стороне плодоян, не будут их убивать. спартанцы всего лишь сохранят то, что у них есть. То есть плодояне обещают им ничего в случае, если спартанцы сохранят плодоянам жизнь. Мы пропустим остальную их речь, но, конечно же, укажем на отдельные ее детали. Четыре. Вопрос. Можно ли сказать, что вот эта аргументация того, что они в лучшем случае не потеряют, то есть, если мы берем условно нулевой вариант, то спартанцы не теряют свою честь, ничего не делая. Нет, тут проблема то в чем? Есть два мотиватора. Честь и выгода. Польза заключается либо в чести, либо в выгоде. Выгода абсолютно понятно для спартанцев. Они получат целый город, если убьют Платеян. Все верно. Значит, Платеяне должны предложить им что-то большее, чем эта выгода. Все верно. Они могут предложить им только честь, но вместо того, чтобы предложить им честь, они предлагают отсутствие ее унижения. То есть, они не предлагают спартанцам ничего. Ноль. Да, как Владимир отметил, получается, они предлагают такую идеальную для спартанцев штуку. Вы ничего не делаете, и вы точно ничего не потеряете. Тут же проблема в том, что спартанцы уже все сделали, город уже сдался. Не, город уже сдался, да, и имеется в виду, что вы после этого ничего не делаете, вы нас не накажете, ничего лишнего не сделаете и не потеряете. А сделаете, мало того, что вам придется что-то сделать, типа вырезать Платеян долго. Нет, вы же понимаете, что это не то действие, которое было бы долгим и опасным. То есть, если бы они заявили это перед осадой, да, или перед тем, как, да, вот видите, Владимир Евгеньевич говорит, что это была шутка, но сложно по чату понять шутку. Вот, если бы они сделали это перед тем, как дело уже было сделано, можно было бы о таком говорить, да, не призывая спартанцам к бездействию. Теперь дело уже сделано, и надо призывать спартанцев к действию, но они-то как раз не могут никак мотивировать это собственно действие прощения плотеян. Давайте посмотрим, как же они дополнительно пытаются мотивировать это действие 4. Посмотрите на могилы отцов ваших. Замечательно, 59-2. Мы же поступаем соответственно с нашим положением и как велеть нам нужна. Взывая к общоэллинским богам и богам штирум на общих алтарях. Мы молим внять наши просьбы, ссылаясь и на те клятвы, которыми клялись отцы ваших. Три если мы не можем. Если мы не можем вас убедить, то справедливость требует возвратить нас в прежнее положение и дать нам возможность самим встретить ту опасность, какую пошлет судьба. Четыре последнее. Будьте нашими спасителями и, освобождая прочих эллинов, не убить нас. Нет у несчастных платеян никаких предложений по поводу пользы. Поэтому они возвращаются обратно к крикам о дедах, посмотрите на могилы, о богах, мы взываем к богам и вашим и нашим и, значит, идем на алтари и к справедливости. Наконец заявляю, что спартанцы должны быть освободителями, а не убийцами. Естественно, возникает простой и понятный вопрос. Может ли такая глупость, такая пропаганда подействовать на спартанцев? И у Фукидида есть ответ 60. Так говорили платеяне. Примерно так говорили платеяне. Фивиане стревожились, как бы лакидемоняне под влиянием речи платеян не разжаловали. И фивиане боятся, что спартанцы действительно поведутся на это, на призыв к дедам, к богам и к славе освободителей. Поэтому они выступили и объявили, что также желают говорить, так как судьи, вопреки собственному решению, дозволили платеянам говорить больше, чем сколько было нужно для ответа на вопрос. Судьи предложили говорить и фивиане произвесли примерно сколько мы не просили бы слова, если бы платеяне ответили кратко на предложенный вопрос, если бы обращенная против нас речь не была обвинительным актом, если бы, уклоняясь от надлежащего обсуждения дела, они не произнесли длинной защитительной речи относительно того, в чем их не обвиняют. Мы это пропустили, но пока платеяне говорили о дедах, они накинулись на фивиан. Дело в том, что во время персидских войн платеяне боролись за свободу Греции в кавычках, а фивиане, находясь под давлением олигархического режима, поддержали персов. За это платеяне обвиняют фивиан в том, что они оказались предателями общего греческого дела. И вот теперь фивиане говорят, что мы должны ответить на это обвинение. Два. Впервые возникла у нас вражда с платеяной из-за того, что по заселению остальной биотии мы заняли платилу и вместе с ними другие местности, вытеснив из них смешанное население. Вопреки первоначальному постановлению, платеяне не пожелали признавать наше главенство. Отдельно от прочих биотян они начали нарушать заветы отцов. 62. Платеяне говорят, что когда барбары пошли на Элладу, они одни из биотян не встали на сторону персов. Этим они больше всего гордятся и за это больше всего поносят нам. Да, а мы-то встали на сторону персов. Три. Обратите все-таки внимание, при каких обстоятельствах действовали мы и платьяне. У нас в то время государственное устройство не было ни равноправной олигархии, ни демократии. Власть в государстве находилась в руках немногих лиц, что более всего противно законам и разумному государственному строю, а ближе всего стоит к тирамине. В надежде укрепить собственную власть еще больше, в том случае, если одолеют персы, сдерживая народную массу силу, эти люди призвали неприятников. Итак, остановитесь. Февиане заявляют, что они не могут нести ответственности за определенные вещи, сделанные государством. И здесь они указывают впервые на довольно понятную для нас с вами, для современных людей проблему на разницу между страной и государством. Или, если хотите точнее, между страной и режимом. Всякий режим, очевидно, хочет быть страной, хочет заставить население ассоциировать себя страной. Февиане уверены, что это не так, что страна и режим это разные вещи, и следовательно, что страна не может нести ответственность за действия, совершенные режимом. Здесь, конечно, встает вопрос, это всегда так или нет? Какую ситуацию вы могли бы помыслить, при которой действия, совершенные режимом и действия страны, это одни и те же действия? Когда это действие выживания? Нет. Нет. Смотрите. Режим говорит, что его выживание, например, зависит от гибели определенных граждан. я не это имел ввиду, извините, неправильно сформулировал, выживание, например, как в случае с метиленами, то есть вы в осаде, вам все, вам крышка, и странно было бы полагать, что народ хочет, чтобы его завоевали, а решил такой, ну, как бы, нет, давайте побоимся. Но разве не именно это произошло с метиленами, где восставший народ сдал город демократии, сдал город афинянам? Ведь как только его вооружили, он немедленно сдал город. Ну, город находился в состоянии гражданской войны. Нет, нет, он не находился в состоянии гражданской войны. Но даже если бы он и находился в ней, он ведь находился в состоянии осады, Страх страны и страх режима был одним и тем же. Просто демократы были уверены, что они могут избегнуть этого страха, если сдадут город. А олигархи-правители были уверены, что они не могут избегнуть этого страха, если сдадут город. Поэтому город они сдавать не собираются. Итак, давайте вернемся к нашему вопросу. Может ли быть такая ситуация, при которой режим и страна совпадают? Или режим всегда отдельно от страны? Я с ногой положить, выдвинуть такую гипотезу, что если мы, следуя логике, противопоставляем государство человека, государство как что-то угнетающее природу, то по идее режим, поскольку он руководствуется собственными интересами и является какой-либо группой лиц или должностными лицами, демагог, олигархи, неважно, то они не могут совпасть, потому что режим, государство угнетает страну. То есть вы хотите сказать, что быть по Аристотелю прямо, быть хорошим человеком и хорошим гражданином – это разные вещи, и при том вещи прямо противоположные в случае Фукидида. То есть хороший человек – это как раз тот, кто противостоит всякому режиму, всякому государству, в то время как хороший гражданин – это как раз тот, кто подчиняется всякому режиму и всякому государству. В этом смысле вы хотите сказать, что страна состоит не из граждан, а из людей, режим состоит из граждан. И в этом смысле то, что принимает режим, те действия режима, которые предпринимают режим, они всегда античеловечны. Или, если хотите, бесчеловечны. Я вас правильно понял? Это гипотеза. Ну да, в целом это такая гипотеза. А, с алкивиадом. Вот тут Иван Алексеевич предлагает нам сказать, что, значит, есть совпадение режима и страны, если мы говорим об алкивиаде. Ну, наверное, все-таки нет. Алкивиад все-таки это не целая страна. Мы можем сказать, что он действует как актор международных отношений. Действует как единица государственная, но он все-таки не человек государства. Ну, так что у вас нет версий, нет вариантов. При каких условиях действия режима и действия страны во время войны? Нет, мы это уже проходили. Вот только что метилены сдались. Режим говорил, вы должны продолжить бороться, а демократы сказали, нет, мы не будем, мы сдаем город. Видите, режим и страна разошлись в разные стороны. У нас есть тут в чате от Ивана Алексеевича предложение, что страна и режим совпадают, если очевидно это демократический режим. В том смысле, что страной оказывается большинство людей. И они же оказываются режимом. То есть, страна и режим расходятся, если это олигархия и терния. И страна и режим совпадают, если это демократия. Проблема здесь, хотя, казалось бы, это довольно понятное и очевидное решение, проблема здесь заключается в том, что мы уже обсуждали. В том смысле, а именно в том, что демократы не несут ответственности за то, что случается с демократией. И за то, что делает демократия как таковая. В любом случае, я бы советовал вам еще подумать над этой проблемой. А мы должны, наверное, на этом сегодня остановиться. Продолжение следует...